Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас ролик про уникорм, про прикормку Евгения Середы. Уникорм. Сначала я хотел поделиться, в принципе, в этом ролике, наверное, наработанными рецептами своими. И на плотву, и на леща, и на карася. Но потом начал примерно прикидывать, что рассказать. И по каждой, наверное, по каждой прикормке, по каждому составу, я понимал, что нужно оговаривать массу но и массу если. И я понял, что вот так вот, скажем так, в одном ролике, сразу по всем прикормкам для всех рыб, хотя бы вычленить 5, допустим, основных, плотва, лещ, карась, карп. Я не смогу ложиться даже в час. Поэтому, скажем так, я решил выпускать вот такие мини-ролики, в каждом из которых я буду касаться ловли в конкретном месте, конкретной рыбы. Но зато я максимально, хоть как-то плотно, пускай не до конца, но смогу хоть более глубоко осветить вот именно эту проблему, да? Эту заявленную тему. Ну вот давайте сегодня начнем. Я решил начать вот с наиболее популярных для большинства людей ловли, популярной ловли леща на реке. Леща на течении подлещика. Густеры той же самой, но в основном леща. И здесь я расскажу про наработанные рецепты не только мои, но и Евгения Васильевича, которые, в общем-то, приносили успехи на соревнованиях ему. И, в общем-то, эти рецепты проверены не только мной им, да, но и многими другими рыболовами и рыболовыми спортсменами и так далее. Также буду рассказывать о том, исходя из того, да, чтобы не тратить много денег, потому что, скажем так, ума большого не надо взять там гору сенсасу условно, да, или супердорогой прикормки и вот забавахать ее и все. И как бы здесь, во-первых, это не решит, конечно, проблему, потому что есть масса, но я сейчас оговорюсь, да? Но, тем не менее, будем исходить из того, что разумное, из разумного достаточного, да? Вот, исходя из этого, я и, в принципе, расскажу вот про то, что у меня на столе. А что у меня на столе сегодня? Это супер база, меласа плюс специи, темного цвета, темно-коричневая, практически черная. Дальше мотылин ракушка, лещ специи, лещ речная ракушка и вот такие баночки ароматики укропер. Начну с того, что крайне важно найти правильно, я быстро коснусь, но это очень важно понять, да? Крайне важно найти правильную точку, где стоит лещ на реке. Дальше мы говорим о лете, о, в принципе, середине лета, ну, скажем так, по теплой воде, да? Про близко к теплой воде, по прохладной воде, но не по холодной. Вот, исходя из этого, я вот эти рецепты вам сейчас скажу. Допустим, да, мы приходим на водоем и нам нужно обязательно найти бровку, это первое. То есть, кормить нужно там, где нужно кормить, где лещ ходит. У меня была такая ситуация, когда наш постоянный клиент, фактически уже такой близкий знакомый, который у нас постоянно покупает, там, в руководстве какого-то банка, один из ведущих он работает, так вот, он, в общем-то, предан магазину, и я считаю своим долгом все-таки тоже идти навстречу. Вот он мне, было такое дело, что обзвонился по поводу того, как ему кормить и почему он не ловит вот конкретного состава. И в итоге все дошло до того, что я просто взял, собрался и поехал на эту точку, потому что по его объяснениям все было замечательно, ну, как бы все правильно он делал. Потом оказалось то, что он просто замешался правильно, даже дошло до того, что он ко мне курьера прислал своего с прикормкой замешанной, чтобы я посмотрел по фракции, правильно ли он замешался по физике прикормки, да. Вот, все было нормально, то есть я не нашел ничего, начиная от поводков, крючков там, да, и тому подобное. Оказалось, когда я уже приехал туда, решил взять, ну, пойти человеку навстречу и поехал туда, где прямо к нему на это место, и мы вместе сели, посмотрел, где он ловит. Оказалось, ситуация очень простая и банальная. Он все сделал правильно, кроме выбора места ловли. Он ловил на илу, да, то есть там была ракушка, а дальше был кусок ила, и расстояние от ракушки до ила было несколько метров. Лечь туда просто не доходил, да, потому что лечь кормится на ракушке. Вот, в общем-то, просто неправильный выбор места, где кормить. При всех прочих ситуациях на реке он стал критичным в том, что он ловил там бычков, еще чего-то, но мелкого подлещика, но крупного леща, который ловлю там я, это я ему место это сдал, насколько я помню. Вот, поэтому, первое, это мы находим, мы пробиваемся. По пробивке, кому интересно, вот что я говорю, обязательно пишите в комментариях, что из этого нужно осветить плотней, да, и подробней. Я ловлю, как правило, на реке всегда шок-лидер, с шок-лидером, то есть это плитня основная и дальше, две с половиной длины удилища, моно, как правило, 0,26-0,28 по диаметру. Мне это устраивает, потому что я убиваю двух зайцев, я и чувствую структуру дна, когда я протягиваю грузик, и точность так же, мне не нужно переклипсовываться, еще как-то там делать, да, и я просто после этого груз снимаю, ставлю кормушку, начинаю ловить. Начинаю я сначала, если это незнакомое место, с промера глубины, то есть я забрасываю, скажем так, сектором, вот по таким направлениям, и изучаю рельеф методом джига, подмотки, посмотрю, на какой счет грузик опускается, да, и примерно у меня в голове складывается, где ямка, где идет бровка, где идет полив и так далее. Второе, это структура дна, чтобы понять, что там, ракушка, песок, растительность, трава и так далее. Я понимаю, что, допустим, там на Илу, условно, весной, там, да, еще там не очень прогретые в воде, леща исти бесполезно, вот, ну, к примеру, да, так же, как и там, плотву нужно искать, желательно там на песке, каком-то галичном дне, да, и так далее, вот, чаще всего. Дальше я пробиваю, соответственно, структуру дна, для этого просто протягиваю грузик, да, и мне в руку, если фидер качественный, из хорошего угля, сенсорика бланка хорошая, я в руку чувствую идеально каждое камешек, каждую ракушечку на дне, даже это, если там дистанция, условно, 60, там, 70 метров. Дальше, вот, после этого я обязательно делаю отпуск, да, для того, чтобы, когда я закопрессовался, да, не сразу сказал, когда нашел точку, поймал ее, да, клипсу, в клипсу одел, я с клипсой пользуюсь, и дальше я обязательно лесочку, да, немножечко стравливаю для того, чтобы компенсировать вот эту прогиб, провис лески после того, как мы забросим, да, как вы знаете, забрасываешь, потом подматываешь чуть-чуть, вот этот вот момент нужно компенсировать. Первое. Второе. Обязательно туда, где мы ловим, если течение есть, нужно корректировать относительно течения, куда мы бросаем кормушку. Куда упал грузик наш, свинцовый, маленький, да, он быстро пробивает толщу воды, он практически вертикально, смещение по течению, если туда течение, практически нет, там, небольшое. Но если эта кормушка закормочная, она улетит на несколько, там, 2-3 метра, грубо говоря, в сторону, ну, в зависимости от глубины. Поэтому вот этот момент тоже нужно корректировать. Он корректируется, в общем-то, легко относительно, ну, приблизительно это можно сделать, да, и это первый момент, да. Плюс второй момент. Нужно понять глубину и скорректировать, относительно то, что кормушка ложится чуть ближе. Ну, здесь вот насчет подтяга я уже сказал. Да, это вот, меня часто спрашивают, допустим, относительно маркера, как корректировать. Многие маркер забросили, видят поплавок, да, отмотали эту дистанцию, перешли и так далее. Но не учитывая то, что когда кормушка приводняется и ложится, опускается на дно, тонет, да, то она подтягивается к берегу за счет дуги, да. Плюс еще, если это течение, то она уходит в сторону, не там, где был маркер. Но это как бы отдельная тема. В общем, я к чему это все говорю? К тому, что, чтобы получить улов, нужно на прикормке, да, нужно соблюсти вот эти вот вещи. Не попав туда, особенно на реке, это критично. Если это, это критично, да, если это спрут и стол ровный, там, карповый, какой-нибудь коммерческий водоем, ловить его не так сложно, да, там, на небольших водоемах. В общем-то, дело простое. Фактически, это ванна, да, для многих, во многих платниках. То река это река, это природный водоем, это совершенно другое дело. Там есть тропы рыб и так далее, да, где они кормятся и куда они не уплывают. Если мы будем ловить там в нескольких метрах от того места, где он ходит, лечь, то чем бы мы ни кормим, ну, крайне тяжело его вытащить туда. Поэтому, значит, начнем. Я хочу поделиться своим рецептом. Рецепта два. Если у меня рыбалки редкие и мне нужно наловить леща, то я всегда замешиваю два ведра готовой, я имею в виду готовой по объему, два 17-литровых ведра при кормке. Это касается, кто живет в Москве, тот знает, что такое канал имени Москвы, да, и реки, Волга, Ака. То есть я всегда приезжаю с вечера в ночную с двумя ведрами при кормке. То есть первое 17-литровое ведро я выстилаю стол туда. В принципе, этот рецепт мой пользуется уже много лет, там, не буду назвать имя, но спортсмены, которые, ребята, мои друзья, которые это так ловят, да, чтобы нужно было везти много рыбы, если поездка редкий, да, там, грубо говоря, по работе не получается, там, раз в месяц есть только получается и раз в три недели. Поэтому нужно что-то поймать, а не просто посидеть ради удовольствия. Вот есть цель такая. Кто-то любит ради удовольствия, ради бога. У меня бывают и такие-таки рыбалки. Ну вот мы рассматриваем цель поймать много. Первое 17-литровое ведро я закармливаю с вечера. Это я называю стилю стол. То есть я закармливаю обязательно большими объемными кормушками, так, чтобы туда долетело, и чтобы максимально точно прилетело. Да, второе ведро у меня пойдет с ночи, где-то с двух ночи, и дальше уже там до 10-11 утра оно должно закончиться. Вот у меня много лет уже вот такая схема. В первое ведро для стола я делаю максимально обедненную смесь. То есть там, как правило, что туда я кладу? Это база, обязательно миласа, там, вот здесь. Поэтому мы сделали вот эту базу с миласой вместе, плюс специи. Ароматика тоже должна присутствовать, она должна привлекать рыбу. База должна быть мелкофракционной, для того, чтобы рыба не наедалась. Ароматика ее привлекала. То есть цель стола удержать рыбу, держать рыбу на пятне, но не дать покушать. Вот, поэтому миласа для чего? Миласа имеет свойство проникать в структуру дна. Если посмотреть и шарик бросить, и посмотреть, что там будет, то увидите, что она как нефть вошла там под каждый камешек. Соответственно, когда лещ подходит, она его заставляет держаться на точке. И как бы он своим хвостом, там, небольшой волной, ее чуть-чуть поднимает. Запах сладкий чувствуется, рыбка не уходит. Это очень важно. Дальше туда я, значит, ну, беру примерно вот, грубо говоря, вот такую базу, пакет. И пакет мотелин ракушки. Все. А, не все. Туда еще обязательно беру немного опарыша и добавляю вот такую ароматику. Ароматика должна быть не сильная, но так и достаточно стойкая. И третий компонент, что я туда вношу, если это есть, это мелкий мотыль. Но это не всегда. Как правило, им не пользуюсь для этих целей. Как правило, да. И третий компонент – это грунт. Грунт, соответственно, позволяет удержать все это хозяйство на дне, прижать, и для того, чтобы это максимально в структуру дна вошла, моя прикормка, моя ароматика, миласа зашла под каждый камешек, под каждую внутрик маленькой ракушечки, еще где-то, и это несколько часов там держалась. Поэтому у меня рыбалка начинается с вечера, с физических упражнений. Я беру 17-литровое ведро и хреначу, что называется, в точку одно за другом, пока это 17-литровое ведро я не выкину. Дальше, после этого, стол накрыт. После этого я беру уже второе ведро, в котором состав другой. Грунта там примерно 30%, не больше. Там мощная ароматика, которая будет мощнее, чем в первом варианте. Туда я мешаюсь качественной прикормкой, максимально эффективной, по физическому, по физике, по механике, неправильно, не по физике, по механике работы этой прикормки, чтобы она долго работала, чтобы был лифтинг, если это нужно, да, чтобы привлечь рыбу с больших расстояний, по течению частички уходят вкусненькие, да, ароматные, и по течению приходит рыба или снизу подымается. То есть максимальное количество ароматики. Бывало такие случаи, что такая ароматика у меня вот во втором ведре, что даже самому голова кружилась. У меня ребята-спортсмены, они даже говорят, что мы, говорит, на соревнованиях даже такое ничего не применяем. Там, говорит, рядом с тобой за 5 метров сидеть невозможно. Такая вонь. Но рыба этой вони не боится. Летом по теплой воде можно не опасаться этой ароматики. Я люблю в этой ситуации всегда ароматику беру холодную. Именно поэтому, как вы видите, здесь и лещ специи, лещ речная ракушка, которая пахнет ракушкой, и, соответственно, мотылин ракушка. Мотылин ракушка, запах имеет газеты из-под мотылей, то есть мотыльная кровь там, и там сама действительно молотая ракушка, молотый моллюск. Это правда. Плюс сублимированный мотыль. В речной ракушке мотыля небольшое количество совсем. В основном здесь только моллюск. Ну, соответственно, я беру мотылин ракушку, два пакета, и два пакета речной ракушки. Все это мешаю вместе, плюс добавляю грунты. И у меня получается примерно, ну, вот столько не хватает до верха 17-литрового ведра. Дальше оставляю немножко прикормочки с собой, беру по пакетику, для того, чтобы на воде, на всякий случай, если вдруг ошибся с довлажнением, еще с чем-то, для того, чтобы можно было это компенсировать как-то. И, соответственно, грунт также. Если переулажнил, то грунтом можно вовремя чуть-чуть подсушить. Добавить грунт, это подсушить прикормку. Ну и наоборот. Вторая причина, по которой я еще беру сухую прикормку, это привлечение рыбы сразу к месту кормушки. Есть такая хитрость. Сухая ароматика или сухая смесь, вот такая прям, да, когда я в ведро, грубо говоря, беру щепотку сухой смеси, сухой абсолютно, вот такой из пакета, сыплю и сразу же набиваю в перемешку с увлажненной смесью кормушку. В итоге и забрасываю тут же. В итоге, когда это получается, смесь взрывается. Да, еще момент. К этой смеси, что все сказать, да, я уже по возможности добавляю мотыля, вот к этим, да, двум пакетам речной ракушки, двум пакетам мотылина ракушка. Обязательно добавляю ошпаренного немножко опарыша и, соответственно, замешиваю это хозяйство вот на этом укропере. Как правило, вот на такой вот состав я беру примерно, выливаю вот таких 7 банок, а то и 10. Дальше про землю сказал 30%, да, и если там леща много, как правило, это лето, и леща много, он кушает, я беру, добавляю туда вот на это ведро примерно, ну, вот столько пшена. Если есть ясь, к пшену я делаю гороховое пюре, примерно вот столько же гороховое пюре, и уже, и добавляю, и оставляю немножко горошин таких цельных, да, если мы надвоем нельзя, а на оке очень часто у меня попадается есть ясь вместе с лещом вперемешку, и при том хорошей там на полтора килограмма ясь, вылетает очень, ну, немало я их ловлю на оке. Вот, на Волге больше лечь. И дальше у Джей идет темп закорма. Я через каждое примерно вот, начинаешь с ночи, наверное, там, условно, с 12 ночи, с часа, я начинаю уже кормить достаточно таким вот нерваным темпом примерно одна кормушка, ну, грубо там в 10 минут, наверное, вот так. Ну, в 5-10, вот так, наверное, в 10 одна кормушка. Как только я чувствую поклевки, либо, если я не вижу поклевок примерно там 45 минут, я делаю темп, то есть у меня заброс 7 кормушек подряд. Ну, подряд там я 30 секунд жду, пока размоется, поддернул, чтобы там освободилось. Дальше вновь такой мягкий темп, да, начиная раз в 5-10 минут. И смотрю, если рыбка уже, я вижу, что начала подходить, либо поимка какая-то произошла, да, под лещичкой-лещичкой, то я уже начинаю вот такую асимметрию по темпу прикормки это делать, да. То есть, соответственно, идет серия темпового кормления с вот таким сухим компонентом обязательно, чтобы смесь взрывалась просто, кормушка, да, на дне. Вместе с более таким спокойным кормлением раз в 5 минут, то есть, серию там за... Отбил кормушек и дальше, смотрю, там 15-20 минут, по чуть-чуть. Редко кормлю, да, смотрю, уже вылавливаю. Как правило, рыбки уже будут попадаться в этот момент. Чувствую, чуть-чуть рыбки хуже стали, да, клевать немножечко. Или не такой азарт стал, да, либо меньше. Все, вновь темп. И вот такая работа идет всю ночь, до самого, в общем-то, утра. Ну, вот, скажем так, я вот последние все мои рыбалки, я не могу сказать, что 30 килограмм леща, вот рекорд у меня был 65, по-моему, килограмм леща. То есть, это совершенно нормально вот для таких. Это, но приходишь выжатый, как лимон, естественно, это работа, руки болят. То есть, это именно работа. Я не назову это отдыхом, то есть, по большому счету. Если вы, вот какие-то подробности здесь, пишите, пожалуйста. Если вы ловите, вам не принципиально, вот с ночи, да, и вы под утро приехали. Здесь просто мы убираем первое ведро и все, что с ним связано. Либо, если конкуренции нету, то во второе ведро, ну, то есть, не во второе, а как бы берем одну прикормку, да, с утра, если мы там в два ночи, в четыре утра, условно, приехали. Мы берем вот такую базу, мотелин, ракушку, и штук пять укроперов. Все, это вот на утро прекрасная рыбалка. Дальше, если мы хотим не только леща, а у нас цель больше, там, ну, не больше, а чтобы мы хотим всю рыбку собрать, или там часто платва проскальзывает, то мы вот к этой меласи добавляем платву черную и лещ специи. Тогда у нас в этой ситуации укропера не нужно. Он отпугнет всех, кроме леща. А на платву черную лещ не подойдет нормально в таком количестве, как вот на специи, либо речную ракушку. Вот, поэтому, скажем так, если по платве мы будем смотреть отдельно, но, грубо говоря, если мы ловим платву, вот сейчас просто одно слово, да, что я, скорее всего, ролик подробно сниму, потому что там свой темп до корма другой совершенно нужен. Да, это мы просто вот это все убираем, оставляем в базу, да, и, соответственно, берем платву с мощной, хорошей ароматикой шоколада, ванили, вот в таком виде. Поэтому на леща советую применять именно холодные запахи на реку, специи, обязательно ракушка. Вот речная ракушка, кстати говоря, еще очень хороший вариант, вариант, если кто не хочет, ну, скажем так, минимально тратиться. Мы берем пакет речной ракушки и пакет мотелин ракушки. Это у нас хватает, например, ну, на 4 часа, не больше. И то, если очень растягивать. Притом, надо, чтобы лучше, вот в этой ситуации, смотрите, у меня часто спрашивают этот вопрос, что лучше, взять одну большую кормушку, закормочную, ну, условно, да, кинуть раз в полчаса. Либо мы наперстками берем тот же объем при кормке, но забрасываем там, условно, за 5-7 забросов. Вот в этом варианте 5-7 забросов намного приоритетнее, чем кормушка будет у вас один объем, грубо говоря, кучу вывалить, и сидим ждем. Такого не надо. Вот в этой же ситуации, если мы вот так ловим, да, точность так же на леща, мы обязательно добавляем пшенку. Вот небольшую горсточку пшенки. То есть, суть такая, что, что в первом моем варианте, где два ведра, да, я говорю, покормлю, что в этом? У вас фракция должна быть крупная. Такое количество, чтобы удержать леща на точке, чтобы не получилось так, что стоя леща пришла, за минуту все съела, или же понюхала-унюхала. Мы много раз снимали на видеокамеру подводную, и мы видели, что вот это часто бывает большой чушью, когда считаются, пишут некоторые, что запах надолго удерживает леща. Если ему есть нечего, как бы там ни пахло, он уходит. И в этом есть вот реальные доказательства. Он уходит быстро. Поэтому вот, когда я говорю, первое, мое ведро идет именно с запахом и меласой, а это не только запах, а еще и вкус. Это тоже важная вещь. Да, и плюс к этому, вторым ведром вот в этих кормушках, я недаром сказал, что я беру пшено, да, я беру мотыль и оттуда желательно. То есть, это все крупные фракции. Мотыль живой компонент, который заползает там куда-то, под шеверением своим привлекает. Вот это и держит леща. То есть, наша задача, когда стая подошла, мы сразу начинаем ей кормить. Да, ловить, кормить, ловить, кормить. Нет, поймали одного лещика, обязательно тут же, сразу же вторую кормушку. Нет поклевки там, 2-3 минуты вытаскиваем вновь кормушки. Вот, и только тогда мы сможем удержать стаю. А так получится, опять же, из видео. Это видно прекрасно, так, что мы снимали. Когда там, условно, 15-20 голов стая пришла, вылавливается из нее 1-2 леща, и остальные все уходят. Им просто неинтересно. Они все сметают быстро и уплыли. Этих 1-2 человек поймал. А когда мы начинаем кормить постоянно, вот с маленькими паузами, и я всегда, когда идут крупные уже поимки, вот видите, я уже там вспоминаю, да, что упустил, да, когда идут поклевки постоянные, я вижу, что эта лещ подошел, я переключаюсь уже на более крупные кормушки, чтобы больше давать крупной фракции, именно вот в варианте максимально обогащенной смеси, которая будет и вкусной, и питательной, и крупнофракционной. Соответственно, насадку у вас на крючке, вот в этой ситуации, нужно обязательно пробовать, чтобы она была крупной. Бывает так, но это больше к осени относится, когда лещ там берет, вот крайне аккуратно одного мотылика, либо это летний вариант, летний вариант солнца, то есть когда 11-12 дня, когда уже день, да, и лещ активно снижается, тогда мы вновь переходим на маленькие кормушки, вот с качественной прикормкой, да, желательно и без базы, чтобы было пылило очень, очень было все вкусно, но фракции были крупных, там 2-3-4 штуки, не больше, одна из них, ваш крючок с насадкой, да, крупный. Если не получается, в этой ситуации мы убираем вообще крупную фракцию, и мы берем тогда уже, там берем на, вот я ловлю там на 16-ом номере крючка, там, да, на 18-ом одного мотылика, или там один мотыль, один опарыш, или просто один мотыль, да, забрасываешь там на 0,1 поводочек, это вот уже ловля такая дневная, скажем так, аккуратно, осторожно уже рыбы. В общем, в двух словах, так, прикормку мы получили свежайшую, это не все, естественно, далеко, мы сюда привезли тонну, и в принципе, примерно по тонне, по полторы завозим каждую неделю, она свежая, только-только вот с завода, выработана была вчера, и сегодня мы ее уже привезли. Поэтому все есть в наличии, всегда каждую неделю все это обновляется, вся прикормка, приезжайте, в комментариях пишите, спрашивайте, что нужно осветить, я покажу, расскажу, все освещу, просто не знаю, куда коснуться, кого что интересует, потому что тема, можно одну тему разжевывать, очень много, с массой там нюансов. Я еще сейчас не коснулся ни поводков, ни лесок, ни оснастки, да, которые там, вертолеты два узла я применяю, которые меня спасают в 70% случаев, когда рядом никто не ловит, ни на патерностер, ни на несимметричке, да, ни на инлайне, то у меня вертолету два узла своя собственная оснастка, то есть я ее модернизировал, то есть у меня оснастка парит, да, для этого опять же, если вы ее будете применять, вот видите, опять чуть-чуть, в сторону отхожу, для этого вам нужно уже, необходимо просто в прикормку добавлять лифтинг, для того, чтобы частички взлетали, как можно больше и как можно меньше оставалось на дне, для этих целей я беру грунт, и туда в этот грунт, чуть увлажненный, чтобы он держался в кормушке, перед, сразу перед забросом добавляю сухую прикормку, просто кусок сухой прикормки сыплю, в центр кормушки забрасываю, грунт не привлекательный, не питательный для рыбы, он оседает на дно, а все, что с питательной, все поднимается вверх, да, вот таким гейзером, соответственно, рыба начинает подниматься, и лещ, мы это видели на камере, тоже он лещ, он начинает уже вставать, интересоваться, и в этой ситуации, для него уже будет приоритет, допустим, взять одного мотыля, там, или любую, там, два парыша, на именно вертолеты, два узла, которые оснастка парит, в столще воды, а не лежит на дне, таких ситуаций, вот последние годы, все больше и больше на рыбалке, когда вот люди приходят, ой, там нет рыбы, или ой, я там пятый раз езжу, одного леща еле выцепил, а вот в чем было пять лет назад, а в чем было десять лет назад, я там с ведрами приезжал, на самом деле, вот мы смотрим эти места, даже я, у меня то же самое, я вижу, что действительно, на то, что было раньше, сейчас не работает, просто я потом нашел, что работает, работают другие оснастки, работает другая ароматика немножко, то есть, когда чуть видоизменяешь, все, те же самые ловы абсолютно, кто вот меня знает, тот, наверное, видел и ведра езей, и уже, которые люди критикуют, зачем выкладывать из ведра елещей, там, да, по 30 килограмм леща, с езями, да, и так далее, но вот я выкладываю, потому что часть из этих же людей говорят, а вот мы там, а покажи, что-то поймал, я говорю, ну, хорошо, но вам, наверное, неприятно будет, вот, смотрите, показал, да, и так далее, в общем, пишите, какие вопросы, обязательно освещу, обязательно подписывайтесь на соцсети, это единственная моя к вам просьба, ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, на данный момент закрыт, когда откроют, Инстаграм, Ютуб, Рутюб, заходите на сайт Мультифиш, главная страничка сайта, где справа на углу телефоны, и в самом низу прямые ссылочки будут на социальные сети, что вам не рыскать, не искать, там где-то, где наша страничка, прям туда нажимаете, сразу попадаете, подписаться, для меня это огромное спасибо от вас, а для вас это бесплатные запчасти, период проведения акции, на те удилища, которые вы у нас покупаете, всего вам доброго, и до новых встреч, до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok